Пенсия для многодетных матерей с тремя детьми. В публикации рассматривается понятие и особенности пенсии для женщин, имеющих трех и более детей. Также указываются сроки их выхода на заслуженный отдых и ее размер. Кроме того, приводятся законы и правовые акты, принятые в данной сфере. Пенсионные выплаты в общем виде могут быть назначены в трех случаях – при инвалидности, по потере кормильца и по старости. Процедура получения последнего вида в настоящий момент в 2018 году претерпевает существенные изменения. Основное изменение касается возраста. Рассмотрим подробнее порядок представления таких выплат для матерей, имеющих троих и более деток. Что такое пенсия для многодетных матерей? Пенсия для них предусматривается также по старости. Однако в отношении данной категории граждан есть особые привилегии. Связано это с тем, что для того, чтобы родить и вырастить троих и более отпрысков требуется немало сил, финансов, времени и терпения. Поэтому государство настроено на то, чтобы оказывать помощь таким матерям. При этом для ее получения также необходимо набрать необходимый трудовой стаж и определенное количество баллов. В России семьи с тремя и более иждивенцев имеют определенные преференции по отношению к остальным. Срок досрочного выхода на пенсию для матери и отца. Женщинам, родившим трех и более детей, на государственном уровне предусмотрено снижение пенсионного возраста. Несмотря на осуществляемую в 2018 году пенсионную реформу, предполагающую увеличение возраста для женщин до 60 лет, а для мужчин. До 65 лет, для многодетных матерей предусмотрены особые преференции в виде снижения установленного возраста. Обратите внимание, в отношении отцов таких и год не предусмотрено. Во сколько же можно уйти на заслуженный отдых? Пенсия многодетным, пять детей. Женщина, которая родила пятерых деток, по старым правилам, имеет право уйти на заслуженный отдых в 50 лет. В новых поправках предполагается сохранение этого возраста. Однако для того, чтобы начать получать выплаты в 50 лет, необходимо соблюдение следующих условий. Воспитание пятерых детей. Минимальный стаж работы. Минимальное количество баллов. В отношении первого условия уточняется, что воспитать пятого и последующих сыновей и дочек нужно как минимум до 8 лет. Важно. При этом, если женщина была лишена прав в отношении одного чада до достижения последним 8 лет, то к данной категории будущих пенсионеров ее отнести нельзя. Если женщина усыновила младенца или малыша до 8-летнего возраста, и он является пятым, то она будет относиться к данной категории. По общему правилу для получения пенсии многодетной матери с пяти детьми в трудовой стаж включается время по уходу за чадом до полуторагодовалого возраста. В отношении матерей, у которых больше троих малышей, действует ограничение до 6 лет. То есть в совокупный стаж работы пенсионерки, имеющей 5 и более отпрысков, включается только 6 лет отпуска по уходу за малышом. Количество необходимых баллов увеличивается. До 2025 года предполагается их увеличение до 30. При этом их количество за год находится в прямой зависимости от получаемого заработка. Максимальное количество баллов За время ухода за детьми они также начисляются, размер которых фиксирован. Так, за первого малыша предусматривается 1,8 в год, за второго – 3,6, за третьего и последующих – 5,4. Суммарное количество баллов за максимальный срок включения времени отпуска по уходу за чадом составляет 24,3. Пенсия многодетным – 3 детей. Пенсия для многодетных матерей с тремя детьми по новым правилам предусматривается с момента достижения ими 57 лет. Однако такие поправки еще не вступили в законную силу, поскольку находятся на стадии рассмотрения. При этом общий женский срок выхода на заслуженный отдых будет составлять 60 лет. Однако при этом остальные условия также должны соблюдаться – стаж работы и количество баллов. Важно! Если уже женщина 4 ребенка, то уходить можно в 56 лет. Для жителей северных районов срок выхода может отличаться в связи с тяжелыми условиями работы. Размер пенсии Многие задаются вопросом, какой размер выплат получают многодетные женщины. Размер пенсионных выплат рассчитывается по общему правилу. Однако для многодетных матерей, пенсионеров предусмотрены определенные детские доплаты. Чтобы их получить, нужно представить свидетельство о рождении детей в пенсионный фонд и написать там же заявление. При этом количество доплаты устанавливаются на каждого из отпрысков. И соответственно, чем их больше, тем выше размер пособия. Это связано с тем, что в 2015 году изменился порядок расчета выплат. Обратите внимание, поэтому и обращаться за перерасчетом нужно лишь тем, кто вышел на заслуженный покой до 2015 года. Для остальных при расчете учитывались все последующие изменения. На величину пенсии по многодетности влияют следующие критерии. Совокупная сумма отчислений в пенсионный фонд за период работы. Стаж Работы Количество баллов Цена одного Размер складывается из Страховой части Фиксированной части Бальная составляющая рассчитывается исходя из общего трудового стажа и суммарного числа взносов в пенсионный фонд. Последние представляют собой все перечисления работодателя за сотрудника, составляющие 22%. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопрос Порядок предоставления выплат многодетным родителям регулируется следующими законодательными актами. Конституцией Федеральным законам о страховых пенсиях в РФН-400 ФЗ от 28.12.2013 года, указом президента РФН-431 от 5.05.1992 года, нормативно-правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления и сельскими муниципалитетами. Конституция является основным документом государства. Основные условия и другие нюансы процедуры досрочного ухода содержатся в законе Н-400 ФЗ. Таким образом, на законодательном уровне предусмотрены особые льготные условия для многодетных мам. Право досрочного выхода на заслуженный отдых и получение выплат сохраняется на всей территории страны, независимо от той или иной местности. При этом важным моментом является соблюдение всех необходимых условий.